Аркадий Гайдар. Солдат и писатель. Аркадий Петрович Гайдар рано повзрослел, но сумел стать настоящим классиком именно детской и юношеской литературы. Его произведения по сей день продолжают исправно прививать молодому читателю лучшие качества, верность дружбе и данному слову, любовь к родине, честность и открытость. Биография Аркадия Гайдара и сама по себе похожа на роман о трудных, страшных и великих временах. Встреча с его книгами, Тимур и его команда, военная тайна, на графских развалинах не оставят никого равнодушным, но всю жизнь запоминается Алька, Жиган, Тимур. Гайдар был не только большим настоящим писателем, он был замечательным человеком, он прожил короткую, но яркую жизнь. Он пишет о себе. «Мне было 10 лет, когда грянула мировая империалистическая война. Отца с первых же дней забрали в солдаты. Нас осталось трое ребятишек. Мать была фельдшерицей. Я только что поступил в первый класс реального училища. Через месяц я сбежал пешком к отцу на фронт. На фронт я, конечно, не попал и был задержан в 90 верстах от своего города. Когда меня усталого и голодного задержали, то я и сам был рад, потому что на фронт мне уже не хотелось, а сильно хотелось домой. А самому вернуться было стыдно». Я рос в городке Арзамасе. Там громко гудели колокола, 30 церквей. Стояли четыре монастыря, и через весь город тянулись вереницы божьих странников в знаменитую Саратовскую пустынь. Когда произошла Октябрьская революция, я оказалась на стороне большевиков. Они многу мне стали доверять, и я бегал, выполняя мелкие поручения. Бывал на митингах, в барахах, убеженцах, лазаретах, деревнях и у диповских рабочих. Но самое большое доверие мне было оказано, когда в октябре 1917 года мне разрешили взять винтовку и послали меня патрульными до связи. Я была рослым, крепким мальчишкой, и вскоре после некоторых колебаний меня приняли на шестые киевские курсы красных командиров. В конце концов, ушло так, что с 14 лет я командовал ротой на петлю Роском фронте, а в 17 лет был командиром 58-го отдельного полка по борьбе с пандитизмом. Когда меня спрашивают, как это могло случиться, что я был таким молодым командиром, я отвечаю, это не биография у меня необыкновенная, а время было необыкновенное. Это просто обыкновенная биография, необыкновенное время. В 1924 году по болезни Аркадий Кайдар был комиссован из армии и началась его писательская жизнь. Он считал, что писать надо искренне, потому что сколько ни подлаживайся, ни манерничай, умный читатель всегда угадает и не поверит. Теперь я стал писать, рассказывает об этом периоде сам Кайдар. Вероятно, потому что в армии я был еще мальчишкой. Не захотелось рассказать новым мальчишкам и девчонкам, какая это была жизнь, как оно все начиналось, да как продолжалось, потому что повидать я успел все же немало. Так была написана «Школа». Это автобиографическая повесть о суровой школе, через которую пришло молодое поколение революции, о горячем грозном ветре времени, об отцах и детях. Главным героем школы, от имени которого ведется повествование, Бориске Горикове, солдатском сыне, мы узнаем самого Аркадия Кайдара. Книга сразу стала одной из любимейших детских библиотек. Она неоднократно переиздавалась, и одно из ее изданий печаталась, когда уже гремели пушки, 1941 года, и многие из первых читателей Гайдара сами пошли воевать. Его книги «Как школа», «Дальние страны», «Военная тайна», «Голубая чашка», «Судьба барабанщика» и, наконец, завоевавшая громкую заслуженную славу Тимур и его команда были любимым чтением школьников. Гайдар умел говорить с молодым читателем честно, прямодушно. Он смело указывал на самое главное в жизни. Он рассказывал в своих книгах о трудных сторонах ее. Широкую и большую славу принесла Гайдару книга Тимура и его команда. В книге мальчик Тимур придумал, как ребята могут помогать Красной Армии, заботясь о семьях тех, кто защищает свою страну. Смелый, отзывчивый, решительный, благородный, неугомонный и хитроумный – таков Тимур Гайдара. Ему подражали тысячи и тысячи школьников. Книга Гайдара стала не только любимейшей детской книгой, она добилась судьбы, которой до нее не знала ни одна детская книга. Возникло целое общественное движение тимуровцев. Гайдар создал своего Тимура незадолго до войны. В будущих летописях Великой Отечественной войны не раз будет упоминаться слово «тимуровец». Когда грянула война с фашистской Германией, Гайдар ушел на фронт добровольцем. Он всегда был настоящим командиром для взрослых и детей. Он знал, как применить военную хитрость, ходить в разведку, как стать выносливым и сильным, как сберечь силы в трудном походе, как вовремя прийти на помощь. Еще он знал главное – кого любить и кого ненавидеть. Аркадий Гайдар погиб в 1941 году, сражаясь с фашистами.